В Кировском районе состоялась очередная противоаварийная тренировка. Мероприятие прошло с участием трех управляющих компаний и государственного унитарного предприятия «Водоканал». По легенде, 28 июля в 10 часов утра произошел дефект на трубопроводе водопроводной сети у дома 56, корпус 1 по проспекту Маршала Жукова. В 26 жилых домах прекращается подача холодного водоснабжения. Через 15 минут сотрудники сети-сервис прибывают на место аварии и передают информацию дежурному диспетчеру аварийной службы. После чего приезжает бригада «Водоканал» и проводит оперативные работы переключения с целью минимизации зоны отключения. Далее производится монтаж временного трубопровода для обеспечения водоснабжения отключенного дома. После локализации водоснабжение всех домов, за исключением проспекта Маршала Жукова, дом 56, восстановлено в полном объеме. Водоснабжение дома по данному адресу будет осуществляться по временной схеме. В соответствии с нормативами ориентировочное время устранения технологического нарушения составляет до 12 часов. Сегодня «Водоканал» продемонстрировал эти устройства, которые быстро в течение получаса происходят подключение к системе водоснабжения уже внутри дома. И жильцы через полчаса после начала технологического нарушения получают уже холодную воду по временному гибкому водопроводу, грубо говоря, собранному водоканалу. И до конца ликвидации технологического нарушения данная вода подается в краны всем нашим жильцам. Ну вот, собственно, так оно и происходит. Вот уже на протяжении 8 лет, когда такие технологические нарушения происходили, реально, да, водоканал быстро собирал схему. Самое главное – это не дать замерзнуть этой гибкой трубе на морозе, на воздухе. Основная задача при возникновении подобных дефектов – как можно скорее его ликвидировать и обеспечить жителям наличие холодной воды. Наша служба принимает активное участие в противоаварийных тренировках, как сегодня, 28 июля всего года, так и в непосредственных работах по устранению аварийных ситуаций в различных районах города Санкт-Петербурга. В ходе мероприятия было отработано взаимодействие всех специалистов с дальнейшим подведением организационных выводов. Противоаварийные тренировки проводятся в соответствии с требованиями правил подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова